Добрый вечер. А теперь о главном. Экс-депутат Джоргогенеша Ширин Айтматова написала сегодня в своем твиттере, что до нее дошла интересная информация. Содержащийся в заключении бывший заместитель руководителя аппарата президента Экранден Илмиянов уходит по ночам из СИЗО и ночует дома. Она задалась вопросом, за какие такие заслуги его отпускают из СИЗО. Госкомитет национальной безопасности отреагировал достаточно оперативно и сообщил сегодня, что Илмиянов находится в СИЗО ГКНБ, так как решением судебных органов Илмиянову избрана мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, а распространение ложной информации не красит бывшего депутата. То есть депутат виноват, а правоохранительные органы чисты. Однако их возражение, что Илмиянов находится в СИЗО ГКНБ, не отвечает на вопрос, где Илмиянов был сегодня ночью, или где он провел вчерашнюю ночь, или вообще какую-либо другую ночь до этого. Да, сейчас, в данный момент, он, наверное, действительно находится в СИЗО, и ответ внешне корректен. Но экс-депутата, в частности, и общество в целом волнует совсем другой вопрос. Были ли факты выпуска подследственного из СИЗО? Если такие факты были, в этом не обязательно может быть виновата руководство ГКНБ, хотя и оно несет ответственность за то, что в его структурах нет порядка, и общество может их в чем-то подозревать. Вопрос ведь может решаться на достаточно низком уровне. Например, просто охранник СИЗО может нарушать служебный распорядок ради личной выгоды, хотя и он не может на такое пойти без ведома своего начальства. Мы живем в насквозь коррумпированном обществе, поэтому можем допустить что угодно, хотя само подозрение, что в ГКНБ такое возможно, это позор для спецслужбы. В связи с этим уклончивый ответ ГКНБ, что Илмиянов находится в СИЗО ГКНБ, навевает на грустные размышления. Если даже ГКНБ можно в этом подозревать, а оно не может истерпывающе ответить, что мы можем ожидать от остальных? Чтобы отмести все подозрения, ГКНБ должно было, наверное, сказать, что никогда ни с какими содержащимися в его СИЗО гражданами подобных фактов не было и быть не может. Если есть у кого-то какие-либо подозрения, предоставьте, пожалуйста, хоть какие-то доказательства, фотографии, видео или свидетельства кого бы то ни было, а без таковых нельзя сомневаться в их честности. Может ли ГКНБ такое заявить? Ведь раньше появлялась информация, что того или иного подследственного, по бумагам содержащегося в СИЗО, люди видели поздно вечером в ресторане в кругу друзей. Время от времени появляется информация, что богатые заключенные заказывают еду из ресторана и охранники выполняют их распоряжение. А сотрудники ГКНБ могут даже ездить выпившие с подложными номерами. Я по работе, брат. По работе, брат. По террористам работаем. Где вы работаете сами? В секретной службе. В секретной службе? Нет, не секретной службе. Кто за секретная служба? Милиция или ГКНБ? В ГКНБ. Этот задержанный человек может быть и самозванцем. Однако в багажнике его машины найдены номерные знаки для иностранных граждан или предприятий. Но даже если это фейк, сам факт, что кто-то совершенно посторонний может прикрываться именем сотрудника ГКНБ, означает, что такие люди либо сами, либо их знакомые проделывали такое ранее и остались безнаказанными. Что тоже говорит об авторитете ГКНБ. Когда-то академик Андрей Сахаров сказал с трибуны съезда народных депутатов СССР в Москве, что сотрудники КГБ – самые чистые и честные люди в Советском Союзе. Каковых в советском обществе осталось очень мало. Через 30 лет мы не можем повторить эти его слова о нынешних чекистах, которые уже занимаются не только обеспечением национальной безопасности. Это была программа о главном ИОЛ. Все вам хорошего и до свидания.